Великой Отечественной войне Не кормили. Изредка лишь удавалось съесть сырую картошку, которую иногда подбрасывали кончиком сапога и ловили. Не нагибаться, не останавливаться было нельзя. Немцы остановились около леса и разбили лагерь. Рядом была ложбина глубиной в метр, которая переходила во враг. Тогда мой прадед решил бежать вместе со своим товарищем-украинцем. План побега просчитали до самых мелочей. Тянули самолинку. Короткое выпало моему прадеду. Ему пришлось бежать первому. Он выбрался и по условию должен был ждать своего товарища 15 минут. Украинец успел. Побег удался. Также мой дед участвовал в Сталинградской битве. Он был связистом. Если кабель между батальонами рвался, то, соответственно, связь портилась. На устранение неполадки отправляли двух связистов. На одном из них была катушка. Второй был дублером. Первым полз мой прадед. На нем была катушка. Однако рядом с ним, метров шести, взорвался снаряд. Моего прадеда ранило осколком спину. Дублер увидел кровь, взял катушку и отправился дальше. А мой прадед вернулся в санчасть. Также он участвовал в операции «Кольцо». Когда немецкая армия Паулюса была окружена, на помощь ей выдвинулся генерал-феймаршал Монштейн, а навстречу его второй гвардейский полк Малиновского. Мой прадед лично видел Паулюса. После Сталинградской битвы он отправился дальше в сторону Курска в Дуги. Затем закончил свой военный путь в Венгрии. Из Венгрии в июле 1045 года он вернулся домой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok